Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня мы снова отправляемся в безумный мир Схрона! Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава пятая Я удивленно присвистнул, когда полчаса спустя Валера появился на пороге бункера. Камрад с ног до головы увешан оружием, как зубило сельского гопника бессмысленным тюнингом. Пистолеты, патронташи, ножи, естественно, вепрь, а также каска и бронежилет, и тяжелый рюкзак в придачу. Если б я, как облупленного, не знал очкарика, подумал бы, что это боец элитного спецподразделения, хотя на деле лакомая и несложная добыча любого мародера. «Ты опять на войну собрался, друган?» Сдерживая смех, спросил я. «Супруга за меня беспокоится!» Раздраженно буркнул Валера. «Пусть знает, что я в безопасности. Да ты скорее сам себя прикончишь ненароком, если споткнешься». «А, конечно!» Я быстро спустился по бурелому к оставленным лыжам. Валера еще минут пять корячился со своей амуницией. «Ну что, устроим забег на время?» С усмешкой спросил я. «А устроим!» К моему изумлению согласился комрад и принялся снимать барахло. «Эй, тебя ж жена заругает!» «Кто ей расскажет?» Валера запрятал все лишнее под корнем поваленного дерева, сверху нагреб снега на всякий случай. «Какой хитрый!» Дружище остался в легкой курточке, спортивных штанах и вязаной шапочке. Вепрь все же не оставил. Закинул его за спину, став похожим на заправского биатлониста. Лыжи у Валеры беговые, то есть мало приспособленные для хождения по глубокому снегу, в отличие от моих, кстати. Но едва щелкнули за щелки креплений, он стартанул по моей лыжне, как жадный таксист на желтый свет. Покачав головой, я рванул следом. Не хочется пасть лицом в грязь перед своим худосочным товарищем. Что он вообще о себе думает? Порвать меня? Сурового полярного воина-выживальщика? Через десять минут ушлый гребаный айтишник пропал из виду. А я, хватая ртом воздух, как акула, выброшенная на берег, сбавил ход. Пот неагарскими водопадами льется по моей мускулистой спине, стекая в трусы, и оттуда по спортивным ногам в ботинки. Ну-ну, посмотрим, как он побежит по целине. Думает, видать, что я протропил путь до самой пещеры Вавана? И точно, через какое-то время, выбравшись на реку, обнаружил Валеру с невозмутимым видом попивающего чаек из термоса. Че, дальше не бежится? И хитно спросил я, забирая кружку с горячим напитком. Как я тебе побегу без лыжни? Удивился Валера. А ты че думал, сказку попал? Тропи давай. Не, тропить мне нельзя, у меня лыжи узкие. Проваливаются в снег. Я же знал, что ты пойдешь на своих широких лыжах и все протопчешь. Зачем мне мучиться? Наглость моего близорукого друга, конечно, поражает. Хотя, что с него взять, с дыхляка подкаблучника? Очень подло с твоей стороны, произнес я. В смысле? Загнал меня на этом переходе, а теперь Саньку пахать? Сам-то налегке. Ха, так я вообще-то в институте КМС по лыжному спорту был. Похвастался очкарик. Давай, радуйся нечестной победе, гад. Вытряхнув из кружки чаинки, я налил еще. Подкаблучник хренов. Я не подкаблучник, а семьянин. Запротестовал Валера. Ты еще молод, Саня, и глуп, чтобы понять всю радость семейной жизни. Видел, как ты полетел от этих радостей, как ошпаренный. Заткнись. Че, не нравится горькая правда? Меня понесло. Ты просто жалок, когда отпрашиваешься у жены и тещи на вылазку. Что это вообще за дичь? У кота своего разрешения тоже спрашиваешь? Ненадежный ты человек, Валера. Жу что, блядь? Лицо комрада раскраснелось. Ненадежный? Да ты знаешь, кто я. Конечно, диванный выживальщик. Я не успел договорить. Коварным тычком в солнечное сплетение чертов айтишник заставил выплеснуть изо рта коричневую струю чая. Вот засранец, да я тебе. Но взмах моего могучего кулака встретил пустоту. Когда он успел снять лыжи? Удар слева заметил краем глаза, едва успев поставить блок. Я с трудом отпрыгнул в сторону, широкие лыжи на ногах сковывают свободу движения. Валера запрыгал передо мной, как кузнечик, сжимая кулачки в боксерской стойке. Рванув вперед, я попытался достать, но стремительный очкарик снова увеличил дистанцию. Я потерял равновесие, взмахнул руками, пытаясь опереться на воздух. Лыжа взметнулась ввысь, чем тут же воспользовался Валера. Схватил ее и со всей силы дернул. Вихри снега взлетели, как от минометного попадания, когда мое тело рухнуло в сугроб. Рот, глаза, ноздри, все забило ебучим снегом. Когда удалось разлепить глаза, увидел ухмыляющегося айтишника, как ни в чем не бывало прихлебывающего чай. Ну что, успокоился, Саня? Как тебе это удалось, гребаная хитрожопая сволочь? Я поднялся и принялся вытряхивать снег из всех мест. Прости, друг, но я никакой не программист. Валера понизил голос. Все это просто прикрытие. На самом деле я подполковник ФСБ, секретный агент. Да ты гонишь. Я не мог поверить своим ушам. Сам подумай, Саня, разве мог простой айтишник построить такой великолепный бункер, как у меня? А как же жена, теща, они знают? Жена у меня связистка, комрад пожал плечами. А теща, шифровальщица, еще у Брежнева работала. Ах ты лживый подонок, меня затрясло. Я доверял тебе все секреты, а ты чертов ФСБшник. ФСБшник, успокойся, Саня, у командования ты на хорошем счету. А что еще за командование? Вооруженные силы еще сохранились? Прости, но я не могу раскрыть все секреты даже тебе. Скажу только, на этот счет не волнуйся. И че теперь? Почему ты сразу не сказал? Я же мечтаю вступить в войска. Всему свое время, Санек. Я, как ответственный за этот район, сразу тебе все сообщу. Обещаю. Пока мы должны копить силы и собирать информацию. Пока я шел по колено, проваливая снег, мозг переваривал шокирующую информацию. Валера не спеша топает за мной по пробитой лыжне, наслаждаясь красивыми видами. Че вообще происходит? Сначала Стас, теперь Валера. Одни спецагенты кругом. Не удивлюсь, если окажется, что и Лена работает на спецслужбы. Ну зачем? Что они хотят от меня? Ох уж это паранойя. Кому теперь верить? А может, ко мне присматриваются и хотят использовать в особой миссии? Я ведь неплохо показал себя в Кандалакше. Очкарик уже поди написал подробный отчет о моих подвигах. Всю дорогу я старался помалкивать. Незачем шпиону знать мои сокровенные мысли. Через пару часов дотащились до пещеры Вавана. Почему пришли сюда, а не через мой схрон? Все просто. Этот путь в три раза короче. Отсюда мы начнем обследование гротов для будущей оранжереи. «Надеваем фонари», — сказал я, снимая рюкзак. «Давно уже надел», — улыбнулся Валера. «Пошли тогда». «Ваван-то не будет против? Ты его предупредил?» «Да его нету ща». «А куда?» Камрад не договорил. Я сорвал с плеча сайгу, услышав то же, что и Валера. «Звук из пещеры. Кто-то орудует, блин, там. Но кто?» «Десантник должен быть уже далеко отсюда». Осторожно подкравшись, я дулом карабина отодвинул полок и шкур, закрывающих вход. Подавив порыв бросить для начала гранату, в темное нутро крикнул. «Ау! Вавана-то ты?» Шорохи резко оборвались. Я тоже замер, в любую секунду готовый открыть огонь умерзавцев, хозяйничающих в логове Вавана. «Ебать, Санек! Я чуть не обосрался, нахуй!» Донеслось из пещеры. Я облегченно выдохнул и поставил сайгу на предохранитель. Прошли внутрь, глаза не сразу привыкли к сумраку. «Привет, Володя!» Поздоровался Валера. «Здоровь, ёпта!» «Ваван!» Сказал я, включая фонарик. «А ты почему еще здесь? Мы ведь договаривались!» «Ебать мой хуй, Санек! Я же не за шашлык отправляюсь! Подготовиться надо хули!» «Да все понимаю, просто я думал!» «Хули тебе думать, братка!» Гы-гыкнул десантник. «Ваван все сделает заебок! Не сына!» Луч фонаря высветил грозную фигуру. Косматые шкуры перетянуты ремнями автоматов, пол ножей и подсумков с патронами. «А вы, парни, какого хуя тут забыли?» Поинтересовался Володя. Мы с Валерой переглянулись. «Осмотрим пока пещеру, поищем место для выращивания!» Ответил я. «Доброна!» Кивнул великан. «Только не трогайте здесь ничего! Я ж тут все-таки живу, бля!» «Конечно, Вов, не переживай!» «Блянь, узнаешь, что че-то пропало, ебальники вам раскрашу!» «Ладно, покедовано!» ВДВшник, подхватив котомку и копье, устремился к выходу. Мы с Валерой вышли проводить сурового бойца. «Какой же долгий и тяжелый путь предстоит Вовану!» Посочувствовал я. «Давай, дружище, возвращайся поскорее!» «Говно вопрос, братка!» Десантник пошурудил снегу и вдруг резко сдернул какое-то полотнище. «Я слегка прифигел, потому что под ним оказался снегоход!» «Откуда он, блин, у Вована?» Утробно зафыркал движок, десантник немного погазовал, удовлетворенно кивнул и оглянулся напоследок. «И это, ребзя, вы там в левый коридор не ходите!» «Почему?» воскликнул я. Но Вован не ответил, трогаясь в путь. Еще несколько минут я с грустью глядел след, пока он не скрылся за деревьями. Рев движка слышался чуть дольше. «Ну че, шпион, пойдем обследовать пещеру?» Я хлопнул Валеру по плечу. «Пойдем?» «А кстати, куда он направился?» «Кто?» «Вован!» Я его за семенами отправил. «Что?» «За семенами?» «Ну куда?» «К веганам!» «К Диме Спауну!» «Круто я придумал!» «Саня, ты идиот!» «Закричал Валера!» «Представляешь, что там устроит этот контуженный!» «Да ладно, не ори!» «Кровчик все по-тихому сделает!» «Семена-то надо где-то достать!» «А ты не мог у меня спросить!» «У тебя?» «Конечно!» «У меня целый шкаф в бункере ими забит!» «Тут я понял, какую ошибку совершил!» «Блядь!» «Побежали!» «Надо его остановить!» Я ринулся по снегоходному следу. Валера за мной. Выбежав на простор застывшей реки, разглядел удаляющуюся точку. Мы звали, орали, стреляли в воздух. Бесполезно. На своих двоих уже не догнать. Оставалось только надеяться на благоразумие и ответственность Вавана. Почему-то я ему верю. Глава шестая С некоторым содроганием я шагнул в темную пасть подземного хода. Конечно, бояться здесь нечего. Здесь нет чудовища, хищников, разве что летучие мыши. А вопль Годзиллы, напугавший меня в первых спелео-вылазках, оказался всего лишь ревом Вавана, который откладывал личинки. Просто усиленные акустикой пещеры. Но все же, все же... Стой! Я схватил за рукав Валеру. Куда ты нахрен пошел? А что? Ваван же сказал не ходить в левый коридор. А тебе разве не интересно, что там? Ты что, ничего не чуешь? Нет, у меня насморк. Я накрыл руками нос и посветил на стену тоннеля. Там красуется большая размашистая надпись. Срать здесь! Фу, блин! Смотри, не вляпайся. Тут все кругом заминировано. Постараюсь. Мы начали осторожно выбираться из подземного сортира. Можно использовать потом на удобрение, поделился дельной мыслью я. Ну, это же говно! Валеру аж передернуло. Не смотрел фильм «Арсианин». Там герой выращивал на Марсе картофан и тоже удобрял своими какахами. Ну, своими я еще понимаю. А ты что, имеешь что-то против вавановских личинок, дружище? Гляди, какие здоровенные! Я уважаю Владимира как личность, но трогать его дерьмо? Фу! Какой ты брезгливый, комрад! Как тебя только ФСБ взяли такого? Лезть руками в чей-то кал? Такому нас не учили. Не очкуй, я дам резиновые перчатки, а противогаз свой должен быть. Выбравшись из фекальной галереи, направились вдоль русла подземной реки. Я внимательно осматривал боковые ответвления. Нам нужен просторный сухой грот. Сань! Позвал Валера. Че? Я обернулся. Я все думаю про удобрение. Про говно? Усмехнулся я. Говно это понятно, но ведь на одном говне ничего не вырастешь. Пусть даже это, блин, элитные, свежайшие котяхи Вавана. Нужен грунт. Ах, ты прав. В этой пещере только глина, песок да камень. У моей бабушки на даче, в принципе, такая же земля была. Но бабка навозом удобряла. А здесь вместо навоза говно. Одна фигня. Ну, хз, Саня, я предлагаю натаскать сюда нормальной земли. Сейчас зима. Не забыл, умник? Ты охереешь ее колотить, землю эту. А сначала надо еще снег разгрести. Ну, разгрести не проблема. Лопаты в руки и погнали. А землю можно, например, взрывать. Да, гемор еще тот предстоит. Я задумался. Взрывать, блин. Да на звуки от взрывных работ сбегутся все, кому не лень. Палево это все. Может, пусть Вован периодически мотается в сады Брахма и добывает для меня ништяки? А я за это буду и ему что-то подгонять. Патроны там или лекарства. А если его грохнут злобные веганы? Не могу так подставлять друга, а сам греть зад в тепле с хрона, пока тот рискует жизнью. Но как же витамины для Леночки? Хотя можно полазить по болотам. Возможно, там сохранились под снегом морожка или клюква. Болото. Да, болото это мысль. Я подбежал к Валере, задумчивым видом ковыряющим сталагмит, и заорал прямо в ухо. Торф! А-а-а! Камрад подпрыгнул от неожиданности и треснулся головой о нависающий сталактит. Мы принялись дружески бороться. Валера норовил разорвать тесный захват и побоксировать. Но я не дал. В конце концов заломал очкастого, отомстив за поражение на реке. Больше так не делай, понял? Друган поднялся. Я ведь могу и выстрелить! На рефлексе! Не забывай, я офицер ФСБ! Ладно, один-один. Короче, идея такая. Надо отправиться на болото и накопать там торфа. Он не должен замерзнуть вроде как. Санек, ты не переставляешь удивлять. У тебя, оказывается, больше одной извилины? Да пошел ты! Сам иди! Не, конечно, идея классная. Осталось только найти болото и проверить, не промерз ли этот твой торф. А че искать? Здесь рядом через реку нормальное такое болото. О, смотри-ка, Валера, как тебе это местечко? Ничего себе! Годно! Зал, в котором мы оказались, действительно подходит для нашей затеи. Более-менее ровный пол, невысокий свод метра три. Площадь, ну, с полгектара. Как я определил своим наметанным глазом выпускника сельхозакадемии. Редкие колонны. В одном углу из трещины капает вода, которая собирается в небольшое озерцо, и оттуда по коридору в основную речку. Ништяк! Ну, давай, мозг, считай, сказал я. Сколько тут че понадобится? Валера достал из рюкзака планшет. Мы обмерили шагами помещение, Друган все тщательно зарисовал. Так, с общей кубатурой примерно такая, вентиляция естественная, ягуд. Ну че, получится огород? Опять спросил я, хотя и так знаю, что получится. Надо только почитать дома учебники по агрономии, освежить память. На голом торфе, насколько я знаю, ничего расти не будет. Надо его мешать с песком. Но это не проблема. Песка здесь хоть жопой ешь. Сколько нужно света, чтобы вырастить урожай, я рассчитаю сам. Главное, пусть Валера подумает, как все это дело запитать и от чего, начертит схемы, а там уже прикинем, что у нас имеется в наличии из необходимого. Закончив замеры, мы уселись на камни. Их, кстати, надо будет убрать. Валера достал термос, а я кусок оленины и сухари. Отчего думаешь запитывать освещение? Спросил я, закуривая. У тебя вроде был ретек. Нет, ты че? У меня от него в скроне все работает. Хотя да, ретек не потянет. Здесь только одних ламп надо штук сто. Вздохнул Валера. Если не больше, комрад, кивнул я. Тогда можно соорудить мини-гэс на той подземной речке. О, я то же самое хотел предложить. Сложно, конечно, но можно. Надо только найти место с хорошим перепадом высот или сделать плотину. Хуйня, сделаем. Генератор намотать не проблема. И турбину выточить. Че тогда сидим? Я поднялся, втаптывая в песок окурок. Пошли искать место для гэс. Пойдем. Валера убрал в рюкзак термос. Покинув грот с нашей будущей плантацией, мы вернулись к речке и направились вверх по течению. Полчаса ходу и выйдем к схрону. Я внимательно вглядывался в изгибы и перекаты подземного потока. Гидроэлектростанция. Как же это круто. Дармовая энергия. Мы засеем всю пещеру плодоносными деревьями, кустами с ягодами, овощами и фруктами. Это будет даже круче, чем стеклянный, абсолютно незащищенный оранжерей из пауна. Здесь, в толще северных гор, будет настоящий райский сад. Надо только помощнее ее сделать, чтобы протянуть линию и в мое убежище. Ритек не вечен, когда-нибудь сдохнет. Но река, как назло, бежит здесь совсем ровно. Мы вышли к огромному подземному озеру. Я смутно помню его по прошлым вылазкам. Лучи наших фонарей не достают до противоположного края. Блин. Так скоро и до схрона дойдем, ничего не обнаружив. «Слышишь?» Сказал вдруг Валера. Видимо, отсутствие обоняния у него компенсировалось хорошим слухом. «Ничего не слышу», — ответил я на всякий случай, хватая сайгу. «Тихо!» Замерли. «Да что там, блядь?» Не выдержал я спустя минуту. Очкарик не ответил, просто отправился, ускоряясь куда-то в темноту. По берегу озера, но в другом направлении. «Эй, куда ты прешь? Подожди!» — крикнул я. «Стой, дурень!» Но Валера не останавливался, уходит все дальше и дальше. Он чорехнулся. Мне ничего не оставалось делать, как догонять своего безумного друга. По спине пробежал неприятный озноб. Я слыхал, в пещерах от движения воздуха может возникать инфразвук, вызывающий приступы беспричинного ужаса. Но со мной вроде все в порядке, хотя, признаться, очко заиграло немножко. Если сойдем с ума и заблудимся, никто нас не спасет. Как я ни старался, не смог догнать спятившего комрада. Он бежит, ловко перепрыгивая прибрежные валуны. «Что же ты творишь, мудак? Давай еще ноги переломай!» А я двигаюсь осторожно. Хрен с ним. Если что, вытащу Валеру, предварительно настучав по роже, конечно. А вот он вряд ли сдвинет с места мое мускулистое тело. Вскоре я что-то услыхал. Бля, только бы не инфразвук. Что-то мощное ракочет там во тьме. С каждым шагом звук становится сильнее. Как будто электричка в подземке. Я перехватил карабин поудобнее и, стиснув зубы, направился за бесстрашным очкариком. Грохот усилился. Кажется, дрожат даже камни под ногами. Я догнал Валеру и остановился рядом, охренев от величественной картины. Камрад с улыбкой повернулся ко мне. «Ты тоже видишь это?» Скорее прочитал по губам, чем расслышал. «Это пиздец! Просто охуительный пиздец!» Прокричал я. Глава седьмая Последний раз я так радовался, когда закончил комплектацию схрона. Когда коробки с патронами были уложены на полки, продукты рассортированы по стеллажам и подписаны, что и в какой день кушать. Когда скачаны несколько терабайтов фильмов, музыки и познавательных книг. Атомики с любимой фантастикой аккуратно расставлены в книжном шкафу. Когда собрана мебель и все готово для одинокого, сурового быта настоящего выживальщика. Даже тогда я не был счастлив, как сейчас. Исполинский грот сузился в этом месте, и мегатоны водных масс низвергаются в извечный мрак недр земной коры. Я подошел к самому краю чудовищного колодца, стараясь не оскользнуться на мокрых камнях, и заглянул вниз. Луч фонаря затерялся во тьме и клубах водной пыли. Это что же получается? Пещера имеет еще уровень? А может и не один? Ухватившись за надежный выступ, я поднял и швырнул вниз здоровенный камень. Мощный грохот водопада не позволил определить глубину. Хотя сотка метров точно есть. Видать, неспроста фрицы здесь ковырялись свое время. Вдруг в одном из глубинных ходов или гротов запрятаны сокровища Третьего Рейха? Золото и алмазы, понятно сейчас ни к чему, но там могут быть и склады с боеприпасами, оружием. Похоже, судьба ведет меня к более плотному занятию спелеологией. Валера старательно зарисовывал в планшет это место. Здесь. На краю этой изливающейся чаще надо ставить турбину, догадался я. Вот только кто полезет в ледяную бездну. По-любому нужно альпинистское снаряжение, веревки, карабины, какое-то хитрое железо. Дома вроде есть книга по альпинизму, по ней я учил различные узлы. Надо будет полистать. «Ништяк, бро!» Сказал я, когда немного отошли, и появилась возможность нормально разговаривать, а не орать в ухо. «Думал, у тебя кукушку сорвало». Валера ничего не ответил, только взглянул поверх очков и покачал головой. «Так ты сможешь сделать генератор?» Не отставал я. «Сделать надо все правильно и качественно, а для этого нужно подобрать необходимые материалы», ответил очкарик. «Я в этом не спец, приду домой, почитаю сканы форумом в Ганс.ру. Там, если мне память не изменяет, обсуждался вопрос о создании мини-гэс. Да, я тоже читал что-то подобное». Жаль, конечно, что не догадался сохранить эти записи. Вот бы сейчас почитать, поорать над рассуждениями диванных специалистов. Ведь реально готовыми оказались единицы, такие, как я. Те, кто не перетирал из пустого порожня в сети, а серьезно готовился к БП. На развилке мы распрощались. Валера отправился к выходу, а я к себе в схрон. Дружище, конечно, просил, чтобы я прогулялся с ним до бункера. Скучно, видите ли, ему будет шагать в одного. Но я отказался. Зачем делать многокилометровый крюк? Вот только лыжи мои остались в пещере Вавана. Ну да пофиг, никуда не денутся. Договорились завтра сделать разведку и попробовать добыть немного торфа. Транспортировать, скорее всего, будем на санях-прицепах от снегохода. Я поднял тяжелую крышку люка и с удовлетворением втянул ноздрями запах родного схрона. Всегда приятно вернуться в надежное убежище после опасности и невзгод внешнего мира. Как там Лена? Сварила ужин? Что-то я не чувствую запаха в готовке. Поднявшись наверх, я встретил девушку, валяющуюся в кровати. Судя по всему, она с утра не покидала ложа. В руках у нее заметил томик Гарри Гаррисона. Умница, книжки хоть стала читать. «Привет, дорогая!» Гаркнул я, избавляясь от грязных шмоток. «Что есть поесть?» «Привет, сейчас приготовлю». «Что случилось?» Я насторожился. «Не знаю, просто нет настроения». Она закрыла книгу и нехотя поднялась с постели, заставляя невольно засмотреться на изгибы ее тела. «Так, может, кого-то надо расшевелить малость?» Я приподнял бровь, как мистер Бин в известной мемасике, и снял термобелье с трусами. «Ой, иди лучше помойся!» Отмахнулась Ленка. «Я пока сварю уху». «Ну, давай!» Шлепнув ее по жопе, я направился в ванную. Целый час я купался, отмакая в горячей воде и натирая мочалкой свои тугие бицепсы. Не терпелось рассказать любимой про наши грандиозные планы, но не буду мешать, пока готовит. Что-то у нее не то с настроением сегодня. В чем дело, интересно? «Наверное, беременность, гормоны, все дела. Я, когда ходил в тренажерку и жрал всякую химию, тоже был пиздец какой нервный. Ну, ничего, надо потерпеть эти несколько месяцев до рождения сына, а там все вернется в норму, и мы снова станем, как прежде, идеальной счастливой парой». Обмотавшись полотенцем, я прошлепал на кухню. «Не готовы еще?» Резко сказала Лена. «А че? Когда?» «Пять минут еще. Сходи на склад, принеси специи». «Окей, дорогая». После водных процедур я находился в добродушном настроении. «И лягушку свою покорми, а то уже сдохла там, наверное». «Точно! Как же я мог забыть про Зюзечку?» Помчался в подвал на ходу, пытаясь вспомнить, когда же кормил ее последний раз. Похоже, пару дней назад. Как раз перед тем, как лизнуть. Психоделическая жаба укоризненно поглядела из своего аквариума, замерзнуть которому не давал жар ритега. Для кормежки земноводного я надрал с деревьев коры. В ней оказалось множество застывших личинок насекомых. Наломав кору на небольшие кусочки, разложил по банкам. В тепле личинки оттаяли, и в банках закипела жизнь. Зюзя такое угощение хватает своим липким языком просто на ура. Закинув пару десятков жирных мокриц в аквариум, я несколько минут с улыбкой наблюдал, как она проворно ловит и лакомится угощением. Да, за месяц у меня она здорово поправилась. Прежний хозяин Юрец поди зализывал ее чуть ли не до смерти и морил голодом. Кушай, кушай, не буду тебя отдавать этому лживому очкастому прохиндею. Обойдется. Едва только я поднялся обратно, как мое замечательное настроение испарилось, словно Нью-Йорк в термоядерной вспышке. Пакетик со специями выпал из моих побелевших пальцев, в лицо смотрит мрачная дула револьвера. «Лена, ты чё?» Охрипшим голосом произнес я. «Я устала, понимаешь? Не могу так больше!» Револьвер затрясся в ее руках, я медленно шагнул вперед. «Давай уберем эту пушку, и ты мне все спокойно расскажешь!» «Не подходи! Я выстрелю!» «Да что с ней такое?» «Ну ладно, стреляй!» Крикнул я дело еще один шаг. «Давай!» Она приставила ствол к своему виску. «Я же сказала, не подходи!» Но я уже подошел. Мощный удар выбил револьвер из девичьей руки. От падения грохнул выстрел, пуля звонко чиркнула о потолок и ушла в стену, выбив доску вагонки. Лена заверщала, целясь когтями в мое недоумевающее лицо. Тут первый шок прошел, захлестнула боевая ярость. Я быстро заблокировал выпады истеричного тела. «Да что с тобой, блядь?» «Я не могу! Я устала!» Забилась она в рыданиях. «Каждый день одно и то же! Отпусти меня, урод вонючий!» «Ах, так значит! Я, получается, обо всем забочусь, рискую жизнью и здоровьем, и еще я урод вонючий!» «Похоже, забылись прошлые уроки воспитания!» Легко подхватил свою мадам на плечо. Задергались стройные ноги, острые кулачки замолотили по спине. «Пиздец, бля!» Подумал я, распахивая дверь наружу. «Пять минут голышом на морозе остудит твой пыл, дорогая!» Сделав дело, щелкнул задвижкой. В дверь посыпался приглушенный град ударов и отборная брань. «Да, девушка у меня с характером, но пусть знает, как бросаться на любимого человека и направлять оружие». Я улыбнулся и поднял револьвер. Мысленная пометка. «Не хранить оружие в пределах доступа моей ненаглядной». «Блин, сейф что ли сооружать?» «Ладно, не стоит сейчас забивать голову. Я так устал и хочу жрать». Включив комп, поставил музыку, чтобы не слышать вопли из-за двери. На кухне снял с печки кастрюлю с подоспевшей ухой. Налил полную тарелку, бахнул перца и горь сухарей в рыбный бульон. Ништяк. Я замер с поднесенной ко рту ложкой. А может впустить? Да не. Пусть посидит еще немного. Поем хоть спокойно. Чтобы снять стресс, накапал полстакана и принялся не спеша хлебать ароматную ушицу. Ну, теперь можно и поговорить. Я сыто рыгнул и отставил в сторону пустую тарелку. Прошел в прихожую и открыл дверь. Лена вроде как угомонилась, стоит на пороге вся в пупырышках, закрыв руками лицо. Прости меня, Саша. И бросилась в объятия. Ты все поняла? Она только кивнула, закусив губу и пряча взгляд. Потом весь вечер мы разговаривали. Лена призналась, что ей наскучил однообразный быт, что не хватает общения и новых впечатлений, потому так рвет башню. Ну, извините, мы вообще-то выживаем в подземном бункере посреди тайги. На что она вообще рассчитывала, когда пришла в мой дом? В конце концов, я решил взять ее с собой в завтрашнюю вылазку. Посмотрит пещеру, пообщается с Валерой, если я так надоел. Уверен, очкарик выбесит ее так, что месяц не будет потом никуда проситься. Перед сном было немного примирительного секса. Ой, а что это, сталактит или сталагмит? Сталактит. Ну почему она никак не запомнит? Подожди, я сфоткаю. Класс. Ну пошли уже. Признаюсь, я немного нервничаю. Мы опаздываем к назначенному часу. Лена все утро прособиралась, набила мне целый рюкзак перекусами. Куда столько, все равно не съедим. Но главное, у нее теперь хорошее настроение. Оказывается, она ни разу не бывала в пещерах и теперь охает в каждом гроте. А я тороплю. Сто пудово четырехглазый друг начнет на меня пиздеть и ворчать. Наконец добрались до логового ванна. Девушка принялась с любопытством осматривать хозяйство десантника. Ладно, хоть ничего не трогает, я предупредил. А где же Валера? Что, мы зря торопились? Можно было в том живописном гротике немного... подзадержаться. Я отдернул шкуры, чтобы впустить свежий воздух и окаменел. Пять человеческих фигур двигаются не спеша, уверенно. И прямиком к Вавановой пещере. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше безумное путешествие в мир схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих... мирах!